Уважаемый Николай Ваваевич, уважаемые коллеги, я рад вас приветствовать в Сочи, в Российской Федерации. И прежде всего хотел бы передать вам наилучшие пожелания и приветствия от президента России Владимира Путина. И хочу также передать вас, передать самые добрые, искренние пожелания президенту Армении, уважаемому Вагну Гарниковичу Хачатуряну. Мы искренне дорожим нашими братскими отношениями, они носят стратегический и союзнический характер. Сегодня торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Армении развивается активно, динамично, несмотря на незаконные экономические санкции, которые приняли ряд недружественных государств. В январе-апреле взаимный товарооборот вырос на 96%, и сегодня составил почти 140 миллиардов рублей, или более 660 миллиардов армянских драмов. Ну, конечно, важно сохранить эту положительную динамику и выйти на новые рекордные показатели во взаимной торговле. В Армении успешно работают более 4,5 тысяч российских компаний, компаний с российским капиталом. Накопленные инвестиции превышают сегодня 46% от общего, я подчеркну, объема иностранных капиталовложений всех в армянскую экономику. Необходимо использовать имеющиеся возможности для увеличения торговли, инвестиций. И, конечно, эту задачу решает наша совместная межправкомиссия. И с российской стороны возглавляет Алексей Логвинович. Работа строится на основе межправительственной программы экономического сотрудничества 2025 года. Хотел бы поблагодарить вас, уважаемого господина Григоряна, всех коллег, за активную работу в комиссии. Мы постоянно в контакте встречаемся. И, собственно говоря, результатом повышения, в том числе и торгово-экономического оборота, является эффективная работа комиссии. Мы заинтересованы в запуске новых совместных проектов в энергетике, в горнодобывающей промышленности, в цифровизации, в агропромышленном комплексе. Российские компании готовы предложить передовые решения, в том числе в сферах электронного правительства, умного и безопасного города, транспортной инфраструктуры. Ну, целый ряд есть проектов. Большое внимание мы уделяем межрегиональному сотрудничеству с Арменией. Сейчас работают около 70 субъектов Российской Федерации. Прямые связи между руководителями регионов и армянскими субъектами устанавливаются. В прошлом году организовано 24 бизнес-миссии в Армении с участием представителей российских регионов. Конечно, важно расширять такие контакты, создавать новые кооперационные связи. Россия и Армения плодотворно сотрудничают в Евразийском экономическом союзе и в Содружестве независимых государств. Я уверен, что те решения, которые мы принимаем здесь, в Сочи, придадут новый импульс, в том числе и развитию экономической интеграции на этом пространстве. В соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана, мы ведем систему работы по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. Создание новых инфраструктурных маршрутов вообще отвечает всем государствам региона. Вы уже многое сказали про наши экономические отношения. Действительно, у нас очень хорошая динамика. И я очень рад, что российский бизнес в Республике Армении чувствует себя хорошо. И я помню, в прошлом году мы обсуждали, как можно активизировать экономические связи. И я, когда смотрю на результаты, констатирую, что многое, о чем мы говорили, о чем договорились, уже воплощено в жизнь. И я очень рад этому. И есть довольно-таки большая инвестиционная активность. И взаимный товарооборот растет, здорово растет. И это, между прочим, здорово помогает экономике Армении, потому что у нас очень хорошая экономическая активность. Мы сейчас уже летний сезон, и мы немножко уже волнуемся по поводу пропускной способности таможенного пункта Верхний Ларс. Я знаю, что российская сторона там проводит обширные работы по реконструкции. Я надеюсь, что в скорейшем будущем, в текущем месяце. Или, если можно уточнить, когда намечается завершение этих работ. Это очень важная информация, не только для Армении, но и для России тоже. И это тоже важный нюанс, который здорово подтолкнет дальнейшее развитие в наших экономических отношениях. Вы уже упомянули про трехстороннюю рабочую группу по разблокировке экономических и транспортных связей в регионе. Можно сказать, что в течение последнего заседания было намечено довольно-таки ощутимый прогресс. Я очень рад этому и хочу еще раз выразить готовность Республики Армения открыть региональные экономические и транспортные коммуникации в рамках принципа суверенности, юрисдикции тех сторон, по которым эти коммуникации проходят. Это касается тех коммуникаций, которые намечены в девятом пункте трехстороннего заявления президента Российской Федерации Азербайджана и премьер-министра Армении. И я надеюсь, что нам удастся прийти к конкретным решениям. Мы высказали наши конкретные предложения и надеюсь, что эти предложения будут приняты. В принципе, это не то, что наши предложения, это компромиссные решения, которые мы выработали в течение последних двух лет. Еще раз приветствую и уверен, что сегодня нам удастся очень эффективно обсудить все вопросы.